Где-то 25 лет я блуждал. Я родился в 1968 году в хорошей семье, хотя мы и не верили в Бога. На самом деле, когда я вырос, то стал высмеивать тех, кто считал, что Бог реален. Я не нуждался в чьей-то выдумке под названием «Бог». Я был уверен, что его нет. С 14 до 22 я жил исключительно для себя. Я был популярным в старших классах и много тусовался. И даже два раза выиграл чемпионат штата по баскетболу. К 18 годам я получил стипендию, которая оплачивала все расходы, если я буду играть за университет. Я чувствовал, что жизнь удалась. Но через 4 года все пошло наперекосяк. Я несколько раз сделал неправильный выбор и постепенно потерял все, что заработал. Никогда не забуду тот день. Мне было 22. Был четверг. И я решил покончить с жизнью. Я сидел в университетской столовой в тот день и думал о том, как лучше это сделать, и как провести свои последние выходные на земле. И тут услышал, как две девушки за соседним столом говорят о молитве и посте. Я перебил их, спросив, что такое пост. Одна из них сказала мне, что они делают это, когда хотят помощи от Бога. Это казалось так глупо, но я слушал и был заинтригован. В тот вечер, в одиночестве, я встал на колени и помолился первый раз в своей жизни. Я сказал Богу, что буду поститься, и что проживу без еды и воды 24 часа. Но я хочу, чтобы Он показал мне себя. И я постился. И впервые за 8 лет я не принял наркотики или алкоголь. Но на следующий день ничего не случилось. Я не хотел больше убивать себя. Но Бог не поговорил со мной. И я забыл обо всем этом. Я знал, что Его не существует. Я продолжал жить. А затем, месяц спустя, мне позвонил старый друг и пригласил в гости. Друг, которого я 5 лет не видел. И вот однажды мы встретились, чтобы наверстать упущенное. И вдруг, ни с того ни с сего, он говорит, «Тот, я не знаю, как тебе сказать это. Я боялся тебя пригласить. Но вчера я почувствовал сильное побуждение от Бога позвонить тебе. И Бог вдохновил меня сказать тебе, что Ему нужно, чтобы ты встал на Его сторону. Сегодня. Я потерял дар речи. Неужели Бог реален? Неужели Он ответил на мою молитву? Неужели послал кого-то ко мне? Я не мог в это поверить. Но это было так. С помощью своего друга в следующие полтора года я сражался, как лев, со своими проблемами. Были взлеты и падения, успехи и неудачи. Но мало-помалу я начал видеть маленькие, но очевидные вещи. Они происходили в моей жизни. Ответы на вопросы, которые так долго меня беспокоили, начали приходить. Постепенно все начало меняться. Наконец я решил сходить в церковь. Однажды кто-то пригласил меня на церковный пикник. Мне было немного неловко, но я решил пойти. Это была самая правильная вечеринка за всю жизнь. Никаких наркотиков, никакого алкоголя. Все принесли разные игры для детей. Затем мы пообедали. И кто-то захотел помолиться и благословить хот-доги. Я подумал, что это странно, но наклонил голову и закрыл глаза. А затем моя жизнь изменилась. Прошло два года после того первого поста и молитвы. 700 дней после того, как я молился Богу в своей коморке, и я почувствовал то, чего не чувствовал никогда в жизни. Это было в 20 раз сильнее, чем любой наркотик. Словно кто-то обнял меня и сказал, «Ты дома». Что эти люди хорошие, и мне нужно быть с ними. Что Бог рядом, и Он знает меня по имени. И любит меня. Я всегда думал, что если Бог явится мне, то Он снизойдет с громом и молнией, или с великим треском огня. Но я понял в тот день на пикнике, что был неправ. Я осознал, что в этом отчасти и есть суть смертного состояния, что иногда мы чувствуем, что нас окружает тьма. Но хотя мы и ощущаем иногда чувство потерянности, Бог обещает осветить путь пред нами. И неважно, как много времени на это уйдет. Два года Бог воспитывал вопрошающую душу. Мало по малу Он давал мне столько, сколько я мог выдержать. Пока не настал день, когда я смирился настолько, что смог полностью услышать то, что Он хотел мне сказать. Я также на собственном опыте познал, что духовный свет редко приходит к тем, кто просто сидит во тьме и ждет, пока кто-то не нажмет выключатель. Требуется акт веры, чтобы открыть глаза свету Христа. Прошло 20 лет, и я все еще не знаю всего. Но я знаю, кто я. И знаю, кто такой Бог. И я знаю, что свет Бога реален. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова